Всем привет! Сегодня мы поговорим о заливке в мохо. Все, кто имел дело с ведерком в мохо, недоумевали от его непрактичности. На первый взгляд, все в принципе работает нормально, пока не встретится замкнутая кривая, над которой расположена другая кривая, пересекающая ее. Что в этом случае происходит? Создается новая кривая с заливкой, которая напоминает заливаемую область. Акцентирую на этом внимание, кривая только напоминает эту область. Если мы зальем несколько таких областей и отключим контур, то на рендере отчетливо увидим зазоры между заливками и то, насколько они неаккуратны. Использование такой заливки абсолютно непрактично. Почему так происходит? На самом деле все просто. Хоть кривые наложены друг на друга, это разные кривые. Давайте попробуем сделать то же самое во флэше. Для этого нарисуем кривые в разных объектах и также расположим их друг на другом. Так как эти кривые тоже разные, мы попросту не сможем создать заливку. Для того, чтобы получить заливку, нужно разбить объекты и соединить пересекающиеся кривые в одно целое. Сейчас при перемещении точки видно, что она объединяет несколько кривых и это дает возможность создать заливку. Теперь повторим то же самое в мохе. Нам нужно объединить несколько кривых в одно целое, для этого выделим все точки всех кривых и нажмем Weld Crossing в инструменте Select Points. По факту, произошло все то же самое, что и во флэше. Кривые объединились и теперь регионы можно корректно залить с ведерка. Эту операцию желательно выполнять при большом масштабе вьюпорта, чтобы избежать деформацию кривых. Даже если рисунок полностью не помещается, сделайте это в несколько проходов. Это позволит вам залить в мохо векторные рисунки. К примеру, наборы ртов, ладошек и другие элементы, используемые в переключателях. Но этот метод не избавит вас от всех проблем. Если в одном из регионов на основной кривой нет промежуточной точки, у вас снова будут проблемы с заливкой. Или если где-то остались пересекаемые кривые без точки. Иногда такие участки довольно тяжело найти и сложно понять, почему ведерко срабатывает некорректно. Кстати, опция Auto-Welt позволит вам склеивать кривые еще на этапе рисования. Или просто замкнуть точки вручную. Ну и не забываем, что для свободы анимирования все кривые нужно создавать из разных форм, которые не зависят друг от друга. При создании модели помните, вы не рисуете картинку, а набиваете самостоятельные формы, залитые с помощью инструмента Create Shape. Для последующей свободы анимирования. Рисование и ведерко нужно использовать лишь для статических объектов переключателей или рисованных фаз. На этом все, всем пока!